Доброго времени суток поклонники Букса. 24 декабря Власа, Феликс, Валера будут биться у нас в России. Кому-то этот бой, ребята, будет неинтересен, но лично мне интересен, потому что, ну, чтобы подогреть интерес, я, конечно, поставлю какие-то денежки, да, так как прогнозы это ставки. Это всем уже известно. И те, кто делает прогнозы, но и пытается эти прогнозы влить в массы, а сам не ставит деньги, конечно, он ничем не рискует, но может подставить очень сильно своих, ну, не знаю, там, подписчиков, своих смотрителей, там, кого. Ну, правильно же. Делай прогноз, будь добр, скажи, на кого ты ставишь денежки, чтобы, если попал, то попал вместе со своими ребятами, да, но если не попал, то радоваться вместе. Ну, это лично мое мнение, ребят. Поэтому, друзья, так как бой в России, Власов этот бой должен выигрывать, так как, чтобы выиграть Власова, Феликсу, Валерии, нужно будет нокаутировать его. Власова, я имею в виду. Но Власова практически никто не нокаутировал. А почему это удастся Феликсу, Валерии, конечно, вопрос. Конечно, я думаю, не удастся, потому что, еще раз повторюсь, Феликс Валера, это боец, который мало выбрасывает ударов, функционально он, хотя и моложе, но у Власова не вывезет. Ну, вдоль да около не буду ходить, друзья мои. Мало кому интересны вот эти тонкости, поэтому коэффициент 1-10 я заберу у Власова. Тем более, бой в России будет. По Власову давайте в двух словах скажу, но, все-таки, парень заслужил то, что об нем говорили. Боец такой, ребята, крепкий середняк, да, помним его последний бой со Смитом, Джо Смитом, когда он провел, в принципе, конкурентный бой, и можно, если бы не нокдаун, можно было отдать победу и Власову. Но просто, если сравнивать бойцов, вот, допустим, Дима Бивилл, да, посмотрите, как он более уверенно выиграл этого Смита, да, и Власов, который конкурентно и чуть похуже, да, получается. То есть, ну, все равно, ребята, крепкий середняк, крепкий середняк такой, который собрал свою манеру, все, что можно собрать, вошел на среднюю дистанцию, то блок поднимет, то руки вытянет, то начинает какие-то хаотичные уходы делать, независимо от того, работает соперник, не работает. Но, видите, вот эта манера, она действует и устроила человеку, в принципе, жизнь, да, в каком плане? Боксер и боксер на виду, боксер на плаву, боксер, который зарабатывает, ну, и боксер, который, в принципе, ребята, смотреть интересно, давайте будем честны. Так как он в ринге работает, как бы то ни было, но он там работает, в принципе. Поэтому 1-10 мы заберем, тем более в России, родные стены, как говорится, должны помочь еще. Далее. Ну, еще два боя, ребята, такие начинающие бойцушки наши. Это Альберт Батыргазиев и Харитон Агарба. Агарба будет, брат, драться с Петром Петровым, у которого уже были поражения, и были поражения, как бы там досрочно, по-моему, я его и не смотрел. Но Агарба будет больше, крупнее, и он такой, знаете, как Сайгакс, как скачущий по рингу, работающий в отходе. И, конечно, с этой манерой, ребята, я скажу сразу, то, что в дальнейшем ему будет очень трудно, резко не буду выражаться, так как озлоблю против себя его поклонников. А этого не хочется. Пусть люди надеются, пусть люди ждут, и дай бог, что исправится. Вот лично я от себя могу что посоветовать, дай бог, Харитон Агарба исправится, посмотрит поединки там Альвареса, кого там. Ну, много сейчас боев таких, любого возьмите. Так, и кто наверху, я имею в виду, посмотрит и поймёт, что нужно, с чем ему нужно будет столкнуться, встретиться. Так, коэффициент у Агарбы, Агарбы тоже, по-моему, 1,10. Ага, 1,10. Тоже заберу. В разных конторах, ребята, разные коэффициенты. Получается 1,2. 1,2. И Батаргазиев Альберт, только недавно выступающий. И вспомним Олимпиаду, да, на которой он и работал и дальние дистанции, и на ближней дистанции. Но он немощный, ребята. Вот он немощный. В нём не видно такой мощи. Но есть бойцы, которые реально мощные, да, возьмите там Джоргонту Дэвиса. Я не по весам сейчас, а просто по маленьким бойцам. То есть, ну, того же Василия Роматенко. Посмотрите, как он врезает вот эти удары. Посмотрите, сколько ударов он принимает на блок, там, на себя и много других бойцов. Ну, это такой, знаете, насыпающий, насыпающий. И проблема, конечно, у него в защите много пропускает, многовато пропускает. Но как держит удар, это, ребята, покажет время. Потому что боец сырой, сразу пугаться не будем, как бы будем надеяться, что постепенно с оппозицией он будет крепнуть, расти, делать выводы, возможно. Возможно, сменит тренера и где-то там за границей будет воспитываться. Дай бог, ребята. Ну, сейчас дело не об этом. Разговор не об этом. Франклин Ман Санилья. Боец, ребята, опасен тем, что он бьющий. То есть, вот если Батаргазеев выдержит его удар, в принципе, он этот бой, конечно, заберет. Потому что этот Франк Санилья, он мало выбрасывает ударов. Ну, в принципе, что о нем говорить. Коэффициент 1.05, в принципе, как бы ролик о Власове и Феликсе, да. Но 1.05 тоже заберем. Итого у нас получится 1.25. Такой экспрессик я, это лично я, что ставлю вам, ребята, говорю, на что поставлю. А вы там смотрите сами. Если какие-то подозрения, какой-то боец малейшее подозрение вызовет, конечно, ни в коем случае его в экспресс не включайте. Все, удачи, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Будем ждать теперь поединков. Теперь эти поединки нам будут уже интересны.